всем здравствуйте сегодня в нашем видео будет моделирование и раскрой сарафана он у меня на подкладке крой здесь не сложный и давайте рассмотрим значит по спиночке изначально когда мы делали моделирование раскрой я вытачки не сделала но для своей фигуры поскольку она у меня такая перегибистая все-таки я сделала две небольшие вытачки сам сарафан заужен к линии низа вот так вот хорошо у нас приоткрыта линия проймы в процессе примерки на себя я сделала вот здесь вот две маленькие вытачки на которые я обращу ваше внимание при моделировании также здесь накладные карманчики в процессе раскроя я еще собиралась сделать вот здесь вот такие как вытачки защипы складочки можно было сделать но в процессе примерки естественно мы с вами можем вносить какие-то корректировки что-то добавлять что-то убирать я решила вытачки все-таки эти не делать такой сарафанчик прекрасно подойдет и под блузочку подойдет под гольфик можно его носить допустим сверху одев еще жакетик для тех кто работает в офисе для тех кто работает в школе для школьник для подростков то есть вот такой вот универсальный глубокий здесь вырез который можно будет сделать еще глубже при желании мы можем сделать допустим поясочек и сделать вот здесь вот фрагменты небольшой кулиске будет тоже очень интересно смотреться то что я вам сейчас говорю что у меня он все-таки на подкладке подкладка здесь трикотажная как пришить подкладку у нас недавно был мастер-класс по пошиву маечки из гипюра и я решила полностью на подкладочке и показывала как собирать сборка будет практически такой же здесь и оставим вам ссылочки в описании на эту маечку и оставим ссылочки в описании на обработку цельнокройной обтачкой это в том случае если вы не захотите делать все-таки подкладку работать мы сегодня будем с натуральной тканью называется она твит она у нас из интернет-магазина натуральных тканей маха он там много сейчас большое поступление костюмных пальтовых тканей более 300 видов и большой выбор фурнитуры отправляет этот магазин по всему миру и для зрителей нашего канала делает скидку 15 процентов в течение трех дней после выхода ролика вам нужно только при заказе сказать что вы из канала я женщина в описании к видео мы оставим вам ссылочку конкретно на эту ткань и на магазин где вы можете посмотреть и новые коллекции там большой выбор пальтовых костюмных тканей и то что вам еще понравится сейчас сарафан конечно же я примерю на себя и вы посмотрите еще на мне блузка которая сейчас на мне и брючки также оставим вам ссылочку в описании у нас были по них мастер-классы сейчас вот я начала подбирать что же мне один надеть с этим сарафаном вот подобрала эту блузку которая немножечко здесь перекликаются все-таки оттенки блузка интересная я имею до интересный крой здесь у нас идут вытачки переходящие в складочки эти складочки вот здесь это кусочки такой дошитой ткани пить вот она у нас повторяется там был интересный такой крой поэтому посмотрите кому интересно вот так вот сарафанчик смотрится на мне я вот посмотрела в зеркало блуза это сюда не подходит мне не понравилось потому что здесь нужно такая классическая блузочка либо гольфик но уже не буду ничего переодевать сам сарафанчик видите он такой вот свободненький кстати сегодня прикроем и с вами будем рассматривать правила работы с клетки потому что клетка должна быть совмещена у нас обязательно по всем всем линиям мы с вами если смотрим вот на карман то должны быть совмещены линии как вертикальные так и горизонтальные по боковым срезом естественно и конечно же по линии низа вот такой чудесный сарафанчик в нем я делаю чувствую теплоту это тоже очень хорошо к этому сарафанчик у я еще пошлю вот таком горчичном цвете у меня есть замш жакетик например или какой-то такой кардиганчик и будет прекрасный комплект ну и конечно же другую блузку либо гольфик построение который я сейчас буду делать вы можете делать сразу на ткани я его делаю на бумаге только для того чтобы вам было хорошо видно потому что очень часто простраивая на ткани потом получаю комментарии что что-то было плохо видно и так вот передо мной лист миллиметровки а у вас эта ткань она может быть допустим сложенная вдвое и сейчас мы начинаем с вами строить спинку но вы должны прекрасно понимать что если вы ткань сложили вдвое то допустим вот будет идти кромка ткани тогда это будет спиночка и у вас будет шов по спинке если вы эту кромку оставляете для переда то тогда у вас будет шов по переду поэтому либо складывайте ткань на ширину только спинки или только переда либо учитывайте то что я вам сказала о шве по спиночке и так от верхнего края я вот так вот отступлю сантиметра 3 4 проведу прямую линию и эта линия у нас будет вот 7 шейный позвонок дальше вот этой линии я откладываю одну четвертую роста это 40 сантиметров у меня рост метр шестьдесят то есть одна четвертая роста вот провожу прямую линию ставлю буковку т линия талии опускаюсь беру такую среднюю величину на 16 17 сантиметров провожу еще одну прямую линию ставлю буковку бы это будет линия бедра теперь определяюсь с длиной изделия и но изделия пожалуйста сами по своему усмотрению вы делаете я делаю ее вот так вот допустим 1 метр провожу еще одну прямую линию это у меня будет линия низа теперь поработаем шириной насколько нам необходимо расширить постольку у меня будет такой сарафан бочонок то сейчас я сделаю по линии бедра вот здесь вот смотрите сами у кого больше линия бедра или больше линия груди тоже вы должны учитывать потому что откладывать мерку нужно будет и по линии бедра и по линии груди линию груди мы с вами обозначил разделив пополам отрезок 7 шейного позвонка и линии талии это и будет у нас линия груди вот этого мы с вами еще не сделали линия середины то есть середина спиночки провожу тоже прямую линию и теперь можем начинать работать по линии бедра я беру обхват бедер плюс 6 сантиметров то есть к обхвату бедер я взяла на свободу облегания 6 сантиметров получила 120 разделю на 4 и получают 30 сантиметров 30 сантиметров я откладываю по линии бедра теперь беру линию груди по линии груди мы можем с вами тоже сделать какой-то припуск но в этом нет необходимости потому что здесь у нас будет углубленная углубленная пройма поэтому мы берем линию груди делим на 4 без всяких прибавок на свободу облегания и откладываем вот у нас это . далее ширина плеч мерочка которую мы с вами должны будем взять и снять от одного плеча до второго плеча откладываем по линии 7 шейного позвонка вот она это плечевая . вот это наш обхват груди вот это обхват бедер с припусками на свободу облегания линию талии пока я не трогаю мы с вами не построили еще саму линию горловины я возьму вот так вот сантиметров 10 откладываю от линии сгиба и вверх два с половиной сантиметра росток прорисовываем вогнутую линию и получаем с вами уже линию плеча вот я ее соединяю эти две точки вот линия плеча на самом деле вот такой вот широкая плечка нам не нужно поэтому я буду здесь вот потом еще вносить корректировки опускаем от точки плечевой перпендикуляр вниз все что мы сейчас простраиваем вот с этим перед перед перпендикуляром так далее даст возможность нам с вами либо сделать такое более более проходящую линию по линию по линии проймы возможность либо больше углубить то есть сейчас это у нас такая вот линия как вспомогательная откладываю вот так вот два с половиной сантиметра в бисектрису и смотрите вот мы с вами если вот так вот сейчас построим мы получаем с вами вот линию проймы здесь четкий крой нам не нужен вот смотрите вот линия проймы но я не буду ее делать такой я ее буду сделать гораздо-гораздо удлиненную опускаю от обхвата груди без припусков на свободу облегания линию и теперь от линии талии давайте вот так вот я сейчас углублюсь где-то сантиметра на полтора вот к линии талии вот так вот и поднимусь и вверх сантиметров на 5 то есть если я бы делала боковую линию вот она у меня была теперь отсюда прохожу к линию бедра вот такую вот делаю вогнутую линию и она у меня будет идти смотрите вот даже я ее от линии талии вот так вот буду уже начинать вот такую вот идущую на 5 сантиметров буквально 5-6 сантиметров вот здесь вот от линии талии и теперь прорисовываем именно к этой точке линию проймы саму плечевую линию я буду делать меньше значит я ее всего сделаю сантиметров 7 вот так вот 7 сантиметров я взяла если мы возьмем с вами точку 7 шейного позвонка и от плеча до плеча то я убрала смотрите почти 4 сантиметра приоткрыла вот линию плеча почти на 4 сантиметра и сейчас карандашиком вот так вот прорисовываю линию проймы вот такая вот она у меня будет кто хочет чтобы линия проймы было именно по линии ну вот я имею ввиду что не такая открытая можете оставлять ее вот такой вот и что вот это я вот я убираю потому что я не буду с этой линии работать а вот эту вот линию я обозначу вот у меня все получилось дальше постольку у меня длина здесь идет один метр можно сделать и короче значит я опускаю слим вот до линии низа теперь по линии низа буквально сантиметра на полтора делаю слегка зауженным затем я сделаю вытачку одну и еще одну эти вытачки будут идти ну сантиметров у меня 12-13 вверх будет выходить я их здесь просто сейчас прорисую и я буду убирать вот так вот по два сантиметра то есть я сейчас их просто прорисовываю потом я их сделаю на ткани вы на ткани можете сразу вот рисовать то есть вот здесь вот у нас идут складки сейчас я прорисовала спинку как вы видите от линии талии даже чуть выше линии талии у нас уже пошло с вами вот расширение вот такой виде бочонка и сужаем вот эта линия нам уже не нужно потому что она прямая теперь полочка вперед я сейчас прорисую другим цветом возьму сейчас допустим какой сейчас мне быстренько попадется вот зеленый вот от этой точечки для баланса поднимаюсь буквально один сантиметр прорисовываю линию горловины она у меня будет очень-очень такая глубокая потому что я буду носить изделие допустим либо с гольфиком либо с блузочкой поэтому вот так вот сантиметров на двенадцать от линии талии по спинке вот проходит линия поэтому я сейчас для переда углубляюсь вот здесь вот по линии груди на один сантиметр и прорисовываю видите она у меня идет вот такая вот сюда я схожу теперь для тех у кого грудь не маленькая скажем так возможно понадобится вытачка мы ее сделаем сразу можем срок с вами сделать после примерки в процессе примерки мы делаем примерку если мы видим что в этой области у нас идет излишек ткани который оттопыривается да вот именно так я скажу то вот здесь допустим мы берем и закладываем вытачку в процессе примерки прям на себе вот как на манекене это можно сделать и вот такую маленькую вытачку мы зашиваем также можем сюда сделать карманчики карманы я буду делать ниже линии талии вот так вот сантиметров на 6 буду опускаться сделаю их небольшими сантиметров вот так вот где-то 14 то есть расстояние от линии талии я взяла 6 сантиметров и опускаюсь вниз сантиметров на давайте так на 15 пока опущусь теперь делю пополам это 7 и опускать ниже еще на один сантиметр и вот здесь вот сделаю их слегка слегка скругленными можно сделать просто прямыми смотрите сами в зависимости от того с какой тканью вы работаете но у меня эта клетка может смысла и нет конечно вот эти скругление делать а сделать просто прямо чтобы карманы мне так придется совмещать клетку а так будет еще сложнее вытачки никакие мы не делаем я имею ввиду то левые по спинке если мы будем делать шов то вполне как бы возможно вероятно вот в красном цвете это у меня идет спиночка по линии талии мы возможно сделаем прогиб вот так вот но это я сделаю уже в процессе раскрою вырезаю выкройку по линии сгиба сейчас я вырезаю полностью по всем линиям которые выходят ну то есть самые самые по контуру здесь у меня проходит вот красная линия здесь у меня выходит уже зеленая линия у кого грудь небольшая баланс можно вообще не делать по красной линии и зауженная к линии низа вот такая вот выкройка у нас получилось затем после того как я раскрою спинку а для спинки мне нужно будет вот так вот вот так вот сделать именно загнуть краешек потом после того как я спиночку вырезаю я отгибаю край вырезаю уже по линии переда вырезаю линию горловины вот здесь вот и вырезаю соответственно уже переднюю часть все берем теперь ткань и начинаем выкраивать у меня идет ткань в клеточку поэтому здесь есть такая своя особенность при раскрою складываю я ткань вдвое при желании потом по спинке можно в зависимости от того как у вас будет прилегать по спинке сарафан возможно будет сделать вытачки шов посередине спинки я делать не буду а вот вытачки возможно я и сделаю это будет видно уже после примерки раскладывают так чтобы совмещали совпадали у меня линии которые идут прикладываем вот здесь вполне достаточно можно даже еще чуть-чуть больше убрать не нужно посмотреть в зависимости от того какой рисунок смотрите вот у меня либо вот это вот . будет полосочка являться серединой вот я прикладываю так вот ну у меня не остается практически припуска на шов хотя вроде бы мне и ширины хватает но я имею ввиду что вкладываюсь и свободы хватает поэтому я вот эту вот линию одну вот эти она у нас идет вот такая вот рыженькая я ее сделаю как бы не посерединочки а немножечко немножечко вот так вот и и сейчас расправляю чтобы она была немножко смещена смотрите вот я сравниваю где у нас проходят эти линии и для совмещения по боковым срезом видите вот здесь вот я ровняю это тоже важно и нужно вот я выложила все получилось прикладываю от линии низа вот у меня линия низа если у вас тоже клетка обратите внимание ровный ли у вас край у меня с магазина пришел абсолютно ровно 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 вырезали что является очень приятным бонусом когда так вырезают ткань все я делаю припуск на подгибку низа и выкройку обвожу делаю небольшой припуск буквально в районе одного сантиметра вот здесь где проходит вытачка я намечаю середину вытачки вот серединку потом я сделаю вот здесь вот на отсечке для того чтобы на вторую сторону тоже было все удобно перенесено по линии горловины никакого припуска я не делаю по линии проймы я тоже припуска делать не буду ничего страшного если у меня приоткроется она чуть больше это все-таки сарафан вот так вот обозначаю линию талии вот здесь вот сделаю тоже надсечку и вырезать буду сейчас именно в один слой значит смотрите вот здесь вот я вот так вот разрезаю надсекаю и беру вырезаю в один слой после того как я вырежу один слой я посмотрю чтобы меня четко совпадали все в линии потому что линии могут немножко деформироваться и только потом как я все расправлю я буду вырезать дальше смотрите вот у меня полностью все полосочки совпадают смотрю чтобы совпадала вот это вот рыженькая полосочка тоже совпадает все хорошо вырезаю второй слой вот здесь вот у меня будут проходить вытачки так вот рассекаю и приступаем к раскрою полочки после примерки если будет в этом необходимость конечно же внесем корректировки и будем сшивать с учетом корректировок верхней части я вот уже все просмотрела чтобы у меня полностью все совпадало все теперь нам необходимо будет с вами далеко мы убирать не будем пока отложим сторону выкраиваем полочку то есть переднюю часть ткань на карманчике остается опять все ровняю совмещаю слежу затем чтобы правильно было по линии сгиба середина переда значит вот эта линия и эта линия значит здесь вот так вот прикладываю и смотрю можно немножко еще передвинуть и так вот я опять прикладываем сейчас вырезаю отгибаем край все срезаем сейчас я сама для себя посмотрю потом все поравняем потому что немножко у меня здесь смотрите вот я вот моя линия талии вот у меня была здесь спинка я не помню вот здесь вот я подгибала либо не подгибала вот сейчас проверю потому что мне кажется что у меня что-то неправильно именно по линии плечевой да вот смотрите вот этот край мне нужно было подогнуть а я его получается вырезала не подгибая поэтому вот здесь вот я чуть-чуть вот так вот срезаю отгибаю теперь по сгибу вот так вот я прикладываю ровняя полосочки потому что период и спиночка мы полосочки будем совмещать конечно же по боковым срезом вот так вот я выравниваю и теперь я прекрасно понимаю где у меня проходит линия талии вот она я могу сразу взять и обвести боковую линию она у меня уже идет с припуском на шоу главное поравнять серединочку там где идет линия сгиба вот так вот и вот у меня уже пошла вот это вот линия здесь могу я уже убирать прикладываю вот у меня линия талии и обвожу все вырезаю прежде чем вырезать нужно все все расправить вот здесь чуть-чуть у меня видите деформировалась смотрю чтобы были линии на одном уровне здесь главное не спешить чтобы получилось все красиво и хорошо опять-таки смотрите вот здесь вот я разрезаю вырезаю в один слой потому что возможно где-то что-то у меня сдвинулась точно так же потом убираю все ровняю и вырезаю второй слой при работе в клетку при работе в полоску это очень очень важно вытачки я потом прорисую за кадром я имею до вытачки которые идут по линии низа вот здесь вот так все убираю смотрите видите чуть-чуть у меня вот нужно вот так вот сделать вот полосочка проходит все ровненько все хорошо вот линия идущая вот она у меня сходится вот смотрите линия вот она у меня сходится все хорошо все замечательно иначе если бы все это не делать то у нас будет все косенько кривенько но нам это точно не нужно вот так вот эти вот здесь вот пару миллиметров нужно будет срезать они у меня явно выбиваются по линии талии делаем надсечку после того как вырежем вторую часть второй слой и теперь когда мы будем работать с боковыми швами все все у нас будет совмещено карманы вот смотрите линия талии да теперь я могу поработать с карманами что я делаю я вырезаю карман но вот этот вот карман если я вырежу я имею до с миллиметровки мне не будет видно рисунка а мне нужно четко чтобы рисунок совпадал смотрите вот я ставлю вот так вот точки сейчас прорисовываю его и очень важный момент совмещения кармана с рисунком вот я его вырезаю я его делаю на 6 сантиметров ниже линии талии если он у меня будет не на 6 а на 7 или наш на 5 с половиной ниже особой разницы не будет вот здесь вот на карманчике я подписываю вверх подписываю вниз вот у меня линия талии я могу вот так вот взять и приложить допустим будет у меня карман эти вот по этой линии вот по рыженькой и вот здесь я прорисовываю вот у меня синяя линия идет вот вот еще одна синяя линия то есть я его вот располагаю вот таким вот образом прочерчиваю синюю линию вот у меня синяя линия теперь допустим там где проходят у меня рыжие линии вот она я здесь вот так вот зелененьким намечаю вот край это рыженькая линия вот рыженькая линия и мне нужно теперь выбрать именно вот такой вот фрагмент на ткани значит вот я беру и смотрю синяя-синяя прикладываю рыжий краешек который у меня должен быть рыжая рыжая линия значит вот у меня вот так вот именно вот так вот я вырезаю карман естественно с припусками на подгибку вот я вырезаю один здесь отойду до синей линии и и второй карман я вырезаю точно такой же фрагмент и теперь когда я буду прикладывать смотрите вот у меня линия талии вот я хочу пришить карман вот у меня видите будет четко совпадать и не будет даже просматриваться вот здесь вот я подгибаю пришивается карман четко четко все линии должны быть совмещены все вырезаем 2 все сметываем делаем примерку шьем сарафан и носим с удовольствием сарафан можно обработать обтачкой цель накроенной можно будет но смотрите вот здесь я могу убирать потому что вот эти линии у меня уже есть можно обработать косой бейка изнутри ну кто как хочет по-любому можно даже пошить его с подкладкой все вот у нас сарафанчик есть будет теплым будет интересным сюда поддать сарафанчик можно одеть такую вот горчичного цвета блузочку можно белую блузочку можно синюю блузочку тоже будет сочетание цветов я имею ввиду по нашим линиям которые здесь и по цветовой гамме которая здесь присутствует пошив сарафана будет таким вот у нас передняя часть по переду мы можем сразу делать вытачки внизу по спинке можем сразу сшивать вытачки внизу затем к переду пришиваем карманы как сделать одинаковыми карманы ссылочку вам оставим в описании хотя где есть вот такие вот линии клетки полоски мне кажется это даже проще с одной стороны делать потому что мы все совмещаем все затем когда мы выполнили карманы вытачки сшиваем боковые швы плечевые швы обрабатываем уже линию проймы горловину подгиб низа и сарафан готов после того как мы делаем примерку если есть необходимость возможно вот здесь вот где-то будет какая-то маленькая вытачка если в этом будет необходимость на этом все желаю всем удачи всем пока